Друзья, рады витать всех разом с нами. Вы на YouTube-канале Фабрика Новын. Мои имя Юрий Бибик и пан Сергей Жирнов. Вновь его все его чудо узнаете. Сергей Рыбич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Привет всем нашим зрителям. Вы знаете, буквально за час до нашего с вами интервью, до этой записи, издание The Guardian выходит со следующей информацией. ГУР планирует провести третью атаку на Крымский мост в ближайшие месяцы и вывести его из строя. Об этом, еще раз повторюсь, пишет издание Guardian со ссылкой на источники в разведке. Они заявляют, что разрушение моста неизбежно, а у Буданова уже есть большая часть средств для достижения этой цели в первой половине 2024 года. И вот о чем я хочу спросить у вас, уважаемый Сергей Олегович. Не слив ли это? Так ли планируется операция, что пресса о них узнает? Или это намеренная информационная история? Как вы думаете? Я думаю, что это намеренный слив, потому что у вас профессионалы работают в разведке, и в простой разведке, в СВР, и в ВУРе. И они прекрасно знают, когда им нужно сохранить секрет, они умеют сохранить секрет. То есть здесь вопросов у меня не возникает никаких. Единственное, что, кстати, в наших интервью я уже иногда вам говорил, что когда начальник разведки выходит чуть ли не каждый день перед камерами телевидения, то, в общем, это немножко странная ситуация, потому что обычно начальник разведки, человек, который сидит где-то там в тени, как паук. Вот помните, как профессор Мариарти у Конан Дойля в Шерлоке Холмсе. Его никто не знает, только буква М такая вот какая-то самая в историях про Джеймса Бонда. А когда человек рассказывает, это все-таки, ну, может быть, это новое время, вот сейчас у нас соцсети, интернет там и так далее, поэтому сейчас и Бернс тоже там тусуется везде на улице, и Нарышкин выходит везде. Вот, но вы когда-нибудь видели начальника китайской разведки? Вот этот вопрос. Или когда последний раз вы видели директора МОСАДА по телевизору? Ну, вот вам ответ. А вот Кирилла Гуданов у нас чуть ли не каждую неделю по телевизору. Но, вы знаете, я бы сказал так, что это на всякий случай, по-моему, слип вот какой для чего делается. Для того, чтобы россияне знали, что в любом случае это этому мосту крышка. То, чтобы было понятно, что, знаете, старый анекдот есть такой очень неприличный. Мы же вас предупреждали. Вот, ну, вот, вот, это вот такая же штука. То есть, в принципе, Украина вас предупреждала. Так что, когда все это дело упадет, не делайте вид, что ай-яй-яй, это мы, мы про это ничего не слышали никогда, потому что атаки уже были, уже теракт был 8 октября 2022 года. И Украина многократно уже говорила, что это мост нарушения всех международных правил, потому что он был построен для того, чтобы получить доступ к украинской территории в Крыму и так далее, и что он обречен и так далее. Я так думаю, что это, конечно, специальный случай. Давайте предположим, да, представим, что завтра мы утром просыпаемся, и Крымский мост разрушен. Что происходит далее, и с военной точки зрения, но очень интересно, с политической. Какой будет реакция Москвы? Ну, дальше будут они кричать, конечно, россияне будут кричать, говорить, ай-яй-яй, там Украина совершила страшный теракт, там и так далее и тому подобное. То есть, крики будут очень сильные и политические. Может быть, ответ, потому что я вам напомню, что когда было первое попадание по Керченскому мосту 8 октября 1922 года, Путин переназначил тогда начальника так называемой специальной операции, он тогда посыл Суровикина, который одновременно оставался главкомом военно-воздушно-космических войск, и начиная с 10 октября, с понедельника, потому что атака произошла в субботу 8-го, начиная с 10-го пошли атаки по энергетической инфраструктуре Украины и по мирным жителям Украины. Там было, значит, несколько недель, практически недель 10-12, каждую неделю, в понедельник, вторник были атаки, то есть вот такой был ответ военный. Хотя это на самом деле никакой не военный ответ, потому что удары по гражданской инфраструктуре и по мирным жителям считаются военным преступлением по Женевской конвенции. Вы знаете, сегодня Николай Патрушев активизировался, и он там поназаявлял вновь о том, что Украина причастна к тому, что произошло в Крокусе. В частности, о следующем сказал, следы теракта в Крокусе ведут к украинским спецслужбам, говорит Патрушев, но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется Соединенными Штатами Америки. Помимо этого, он заявил, что украинское посольство в Душанбе вербует террористов и наемников и прочих, и прочих. Они продолжают выдерживать эту линию. И вы знаете, параллельно с этим я читаю новости, я не знаю, насколько она действительности соответствует, что после этого так называемого теракта, и после того, как Москва обвинила Киев в его проведении, огромное количество россиян якобы добровольно записалось и пошло в армию. Возможно, это связано с этим, как вы думаете, обвинить Украину? Нет, ну, во-первых, этот дискусс Патрушева, это даже не его дискусс, это дискусс Путина, потому что это у Путина бзик абсолютный, у него явно совершенно бзик украинский, он все вешает на Украину, и я уже смеялся по этому поводу, я говорил, что даже если, допустим, во время парада 9 мая на Красной площади высадутся марсиане, то он все равно скажет, что украинцы, он скажет, а где у вас там галушки, они там будут как зеленые человечки, такие совсем с пятью ногами, я не знаю, с двадцатью руками, с тридцатью глазами, а он будет говорить, а какие я, який гарный украинец. Вот, и нет, у него бзик абсолютный на Украине, и больше того, он, знаете, как внутри его парадигмы, к сожалению, он не может ничего придумать другого, потому что он сделал ставку на то, что это Украина, во всем виновата во всем Украина, укронацисты там и так далее, и это там и он, и Соловьев, ну, вот мы, я вчера был на французском телевидении, и мы это обсуждали, потому что, ну, для французов это ужасно, потому что, ну, вы знаете, у вас, кстати, появились в этом смысле даже партнеры иностранные, да, потому что вот Анна Идальгомия Парижа, которая сказала, что россияне и белорусы, спортсмены, не будут рады во Франции во время Олимпийских игр, и из них, из Соловьева и всех пропагандистов полезло дерьмо из всех щелей, там, из ушей и всего, и они ее теперь тоже причислили к укронацистам, вот, значит, и по этому поводу, значит, вот такая-такая штука, это однозначно. Вот, ничего другого здесь не может быть, поэтому они ищут постоянно какие-то следы, ну, а когда ищешь, то всегда найдешь, потому что, я не знаю, ну, хотя их, вот видите, надо сказать все, выводят на чистую воду даже их партнеры, потому что мы слышали Лукашенко, который сказал, что, в принципе, эти таджики ехали в Беларусь, и что Беларусь там готовилась их принимать и закрывала границу, а потом Иран еще подтвердил, что это все-таки был ИГИЛ, и что это был, значит, действительно этот самый Хорасон, Хорасон, значит, белаяд ИГИЛовский в Афганистане, вот, так что в этом смысле у Путина, конечно, он выглядит очень смешно, и он выглядит просто как сумасшедший, который вот тупо-глупо повторяет идиотскую версию. Бост сегодня пишет о том, что Соединенные Штаты конкретно за две недели предупредили, где, где конкретно произойдет этот теракт, и там, я не знаю, возможно, и время сказали, мне об этом ничего не известно, я, по крайней мере, не знаю точно, но между тем, они знали, где произойдет этот теракт. Почему? Они сознательно проигнорировали его, как вы думаете? Да, это хороший вопрос, потому что, действительно, я думаю, вот моя версия по поводу этого самого предупреждения Соединенных Штатов, и она, кстати, я ее сразу высказывал, потому что Соединенные Штаты Америки вот даже в тех публичных заявлениях, которые они не для ФСБ, а для нас с вами публиковали, и для американцев, которые должны были ехать там в Россию, или не ехать в Россию. Тогда, 7 марта, привлекло внимание сразу мое профессиональное, то, что американцы сказали, в течение 48 часов. Вот когда называется такой срок, это значит, американцы, наверное, перехватили какую-то переписку. То есть, грубо говоря, я так думаю, что все эти таджики, они между собой в каком-то там Телеграме или Ватсапе общались, и, скорее всего, просто друг к дружке сказали, договаривались с датами, с чистыми, с адресами, с фотографиями, потому что мы их видели, что они делали рефринансировку на местности 7 марта, и они попали там двое, попали в объективы кинокамер и всяких там камер слежения. И американцы, скорее всего, это дело получили. Когда они такое дело получают, они, конечно, ФСБ слили все. То есть, они отдали все, и ФСБ сказали, что вот нам стало известно, что вот в таком-то месте у вас будет это дело. А дальше у ФСБ был выбор. Либо это взять на заметку и, так сказать, предпринять все меры для того, чтобы сорвать этот теракт, либо дать ему совершиться и, наоборот, обвинить тогда американцев, украинцев в том, что они все это дело устроили. И, судя по тому, что было решение, которое было принято, оно такое было гибридное, гибридное, да, потому что, во-первых, все-таки по всем, поскольку по всем СМИ прошла информация американская, они разместили ее на сайте посольства, то есть, они продублировали, они дали конкретную информацию ФСБ, но публично, через средства массовой информации, они сообщили о том, что готовится теракт, и это очень широко обсуждалось, мы с вами тоже это обсуждали, с вашими коллегами обсуждали, вот, и, на самом деле, результат у этого был, то есть, организаторы теракта, скорее всего, решили его не проводить именно в те дни, 8-9-го, а 9-го, кстати, в этом корпусе должен был концерт Шамана быть, вот, может быть, я не знаю, может, ФСБ сказал, пожалел у Шамана, потому что, так сказать, он у них главный, главный нацист российский, его жалко будет, если бы его там замочили бы эти самые таджики, там не таджики, да, потому что там есть сомнения, кто там стрелял в самом зале, таджики были на месте, но, в общем, есть подозрение, что они не настолько профессиональны, как те люди, которые стреляли там от бедра, из плеча и так далее, вот, а дальше, когда вся эта штука не состоялась, то следующие выходные, 15-е, 17-е, 16-е, 17-е, это были выборы, и тогда все спецслужбы российские стояли на ушах, и понятно было, что никакого теракта сделать легко не удастся, вот, и все переключились, я думаю, что вот организаторы переключились на следующую неделю, тем более, что Путин съездил 19 марта на коллегию ФСБ, всех поздравил, всем сказал, что все замечательно, граница на замке, значит, пограничники вообще, герои, которые все время защищали российские границы, Российский Советский Союз, в этом смысле Путин дурак, конечно, потому что он сам вместе с Патушевым и Бортниковым не выполнил свою воинскую присягу осенью 91-го года, не защитил ни КГБ, ни Советский Союз, ни Компартию, они все предатели с точки зрения Советского, и весь этот КГБ не выполнил свою главную задачу, поэтому, когда Путин их поздравил и говорил, что они всегда на страже Родины, это, в общем, трипология обыкновенная. Но дальше люди, которые готовились к организации этого теракта, скорее всего, подумали, что отличный сейчас период, потому что все расслабились, все довольны, что прошли самые так называемые выборы, ничего не произошло, все, человек спокойно, полдень против Путина состоялся, ну, просто это были нормальные очереди нормальных людей, там никто не забрасывал никого, никакими шашками дымовыми, никакими поджигательными средствами, вот, они все расслабились, и наступила пятница, еще второй расслабух, потому что выходные, все едут, думают уже к любовницам, к приятелям в бане на даче бухать, вот, и тут состоялся теракт, и это было, конечно, с точки зрения оперативной, было выбрано время, идеально совершенно, для совершения теракта, вот, дальше, участвовали в этом ФСБ, ну, сомнения остаются, да, сомнения, есть даже мои коллеги, у которых вообще нет никаких сомнений, они считают, что это вообще ФСБ все устроил, потому что уж слишком профессионально были, вот, главные стрелки, которые, кстати, говорили по-русски без всякого акцента, а потом нам показали таджиков, которые там, моя, твоя, не понимай, там вообще три слова говорят, и только один из них там говорил по-русски, а все остальные вообще только на своем тюркском языке таджикском, вот, и так далее и тому подобное, то есть вполне возможно, что это было и даже специально, но специально сделано, другое дело, что и остается вопрос, участвовали в этом Путин или нет, потому что есть подозрения, вот я, моя версия больше, я складываюсь к версии, поскольку Путин молчал долго, то есть явно он не был готов, вот прям в две секунды, потому что если бы он был готов, он бы в эфир вышел бы прям ночью, во время 22-го, вот как мы с вами все вышли сразу в прямой эфир, и весь вечер сидели, и всю ночь сидели, и следующий день сидели, а он 19 часов ждал, пока, значит, этих таджиков там где-то поймают за 400 километров, пока их будут пытать, пока им будут выдавливать глаза, там ломать руки и прочие всякие вещи, и только тогда я сказал, у меня создается впечатление, что все-таки это партия войны, там типа Патушева-Бортникова, которая за спиной Путина сделала эту штуку, чтобы на него надавить и поставить его перед фактом, вот у меня такое впечатление было, но я считаю, что все равно ФСБ к этому делу причастна, по очень простой причине, потому что, когда проводился этот теракт, то вдруг на чуть ли не полтора часа исчезли все военные люди вокруг этого дела, а там чертова куча военных людей, то есть отделение полиции Павшина прямо в кропусе, ЧОП, значит, который охраняет кропус, прямо в кропусе, все вооружены до зубов, дальше областной суд, значит, там приставы, вооруженные до зубов, областная администрация, милиция и ОМОН, вооруженные до зубов, в Строгино, в трех километров, значит, база ОМОНа, где там чертова куча ОМОНовцев, которые могли бы прибежать там за 15 минут, вот, значит, и вообще все это дело, вы должны понимать, что это очень охраняемое место, там вокруг на расстоянии 10-15 минут езды куча правительственных дач, включая Путинскую и Новую Огарево, там Архангельская, Ильинская, вся Рублевка по Тустобному, Москварики, вот, все дачи там, я не знаю, там, Интерроса, Газпрома, Интерроснефти, то есть там чертова туча народу с оружием, и никого не было полтора часа, вот, и здесь возникает вопрос, что-то здесь не то. Сергей Григорьевич, последнее уточнение, и пойдем далее по темам. Знаете, что меня больше всего удивляет? Вообще неважно, кто совершил этот теракт. Таджики, там, ИГИЛовцы, американцы, украинцы, британцы, вообще неважно. Для меня, у меня возникает вот какой вопрос. То есть я не могу понять, почему рядовой россиянин не задается одним простым вопросом. Ты обещал нас охранять, обеспечить нам безопасность. Мы за тебя голосовали, если кто-то за него действительно голосовал. Веря в это. Ты нам это обещал, ты публично об этом говорил. Ты войну начал, потому что сказал, НАТО вот-вот нападет и так далее. Ни одного вопроса подобного не звучит. Ищут виноватого, планы какие-то, следы украинские, киевского нацистского нережима, таджики какие-то, пытки и прочее, прочее. Никто не задает вопрос, почему хваленные спецслужбы, почему всемогущий Путин не может нас защитить. Вот что меня удивляет. Почему так происходит? Да, хороший вопрос. Я, кстати, тоже его озвучивал в своих эфирах, в предыдущих интервью. Ну, потому что такое впечатление, что россияне просто барана, у которых когнитивный диссонанс. То есть они не связывают две вещи, то есть они связывают причину и следствие. Они не понимают, что причина – это Путин, а следствие – это вот все, что мы видели. И поэтому, когда этот Путин, и ведь даже, вы знаете, я шел даже гораздо дальше, потому что вот Путин обвиняет украинцев, и получается, что он говорит, что украинцы вообще делают в Москве все, что хотят. Да, то есть это абсолютный идиотизм. Да, вот с точки зрения Путина, это абсолютный идиотизм. Но вот он такой идиот, и те, кто его слушает, они такие же идиоты. Вот это вот, ну, вот это вот так вот. Это опять же из моего любимого грузинского анекдота. Понять это невозможно, это надо запомнить. Сергей Олегович, не могу не спросить, конечно же, о том, что за те Лукашенко. Что произошло? Почему он говорит следующее? Цитирую далее. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я об этом откровенно говорю. Хочешь мира, готовься к войне. Не я это придумал, это очень правильно сказано. Если оттуда, я так имею, имеется в виду из недружественных стран, кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить, беда. Ну, в общем, готовиться к войне, заявил. Учение сейчас проводится. Инспектировал там границу, давал указания о том, что ты будешь воевать. воевать тут с поляками, а тут со странами Балтии. Что происходит? Почему у него появилась такая риторика? Ну, это вообще старая игра Лукашенко, потому что он мутит воду. Это в основном все-таки, если вы обратили внимание, его заявление. То есть, это его трипология, это его риторика, потому что, на самом деле, если мы берем факты, то по факту, при начале масштабной, масштабной агрессии Российской Федерации против Украины, Лукашенко дал свою территорию, и с его территории зашли люди, которые, в частности, захватили Чернобыль, то есть, они шли с севера и запада, с белорусской территории. Белорусская территория использовалась ими перед этим для того, чтобы готовиться к войне, там они, значит, учения какие-то, плюс белорусская территория брала раненых и больных и лечила у них, значит, их там у себя, а дальше Лукашенко отдал Путину все оружие, которое у него оставалось советское, танки, пушки, там, снаряды, и все отдал, и я вам замечу, что с декабря 22-го года по вам больше ничего не прилетает из Белоруссии. То есть, дальше это только риторика, вот он языком трепет, он говорит Путину, да я с тобой, Володя, вы, мы, это самое, у нас союз, Белоруссия, Россия, если что, и плюс потом, значит, он разводил Путина еще во время Пригожинского мятежа, тоже он сказал, что он все решил, они там все разбежались, попрятались по норкам, значит, поджали квозчики, и один огромный лодчик от Топильной остался, значит, Лукашенко, который все разрулил с Пригожиным, вот все договорился, значит, предоставил ему территорию потом для этого самого Вагнера, но рассчитывая на то, что бабло ему, Володя, заплатит за то, что он их у себя разместил, когда ему бабло не стали платить, он совсем разругался и всех выгнал от себя, вот, он, его риторика, с другой стороны, почему такая воинственная, потому что все-таки у него Путин с июля прошлого года разместил тактическое ядерное оружие, нарушение, кстати, договора о нераспространении этого оружия, вот, а дальше это все риторика, чтобы, просто его не забывали, что он такой есть, потому что он же числится несуществующим президентом, Запад его, кстати, не признает после 20-го года, они на Западе считают, что выборы были специфицированы, сколько победила Тихановская, значит, этот самый Лукашенко никто, вот, и поэтому ему надо все-таки надувать какие-то щеки, вот, но на самом деле его армия, это очень небольшие силы, там, от 30 до 60 тысяч, и, причем я-то считаю, что на самом деле там 30, а не 60, вот, и больше того, эта армия, он ее не, она никогда, во-первых, не воевала, нигде, никогда, то есть неизвестно, вообще, могут они воевать там, или они только ложку могут держать, и кашу есть, вот, и больше ничего, и там, девок хохтить в селах, и ханку жрать, и торговать мазутом и бензином налево, вот, и это, в общем, больше такое, больше такое, все-таки трипология, потому что еще неизвестно, если он, допустим, армии своей отдаст приказ, а исполнит ли она его, раз, и не пойдет ли она просто на Киев, а с другой стороны, ваша граница северо-западная, вы там все обложили минами, там все довольно хорошо охраняется, и плюс, там география такая, что еще во время Второй мировой войны, там, значит, там гряда такая есть между Белоруссией и Украиной, которая для танков труднопроходима, и тогда, кстати, там какой-то стоял кавалерийский корпус, просто на этих самых, на лошилях, и который держал две армии, армию в центре и армию в юг, и они ничего здесь делать не могли, потому что просто география очень сложная для ведения войны. То есть в этом смысле у вас все-таки эта граница более спокойная, чем восток, намного более спокойная, чем восток, вот, и Беларусь понимает, на самом деле, Лукашенко, что ему там ничего не светит, и поэтому он может трепать языком, просто чтобы его слушали, чтобы вот мы с вами его обсуждали, вчера мы его, кстати, обсуждали, опять же, на французском телевидении, а значит, где-то на американском телевидении его обсуждают, и помнят, говорят, а, Лукашенко, what he said, what the fuck. Кстати, к французскому телевидению, к политике во Франции и к Эммануэлю Макрону я приятно поражен, я приятно удивлен от того, что происходит, потому что трансформация, эволюция Макрона налицо от мальчика по телефончику до лидера государства, настоящего, решительного, серьезного лидера. Возможно, это риторика, я не знаю, объясните вы мне, но вот последнее заявление, последнее, Макрон заявил США и НАТО, что их вовлечение не потребуется, если по французским войскам в Украине будет нанесен удар. Какой вывод делаем? Первое, я на вас не рассчитываю, ребята, успокойтесь. Второе, слушайте, мы правда не исключаем, не исключаем, не исключаем, что французские войска будут в Украине. Макрон убеждает и европейцев, там в лице Шольца, и американцев в лице Байдена, что нужно убрать вот эту политику стратегической двусмысленности, чтобы россияне, ну, чтобы они не понимали, что от нас, чего можно ожидать от нас, потому что все, что они видят, это какие-то красные линии, которые мы у себя в голове нарисовали. Макрон первый, кто об этом заявил, и я безгранично рад этому. Что происходит с Макроном, скажите, пожалуйста? Ну, с Макроном происходит вот что. У него не очень хорошая внутриполитическая ситуация для него самого. У нас готовятся европейские выборы, у него очень слабые позиции по отношению, кстати, к экстремистским партиям, такой партии «Национальный фронт» Марина Ле Пен, вот, и Зимур, там тоже его партия на европейском уровне довольно хорошо представлена. И у Макрона в этом смысле политически не было выбора. Ему надо было чего-то такое придумать, чтобы разбудить электорат и показать ему, что он крутой. На экономическом, социальном поприще это у него не получается, поэтому такой политический расчет. Вот, то есть это, в общем, говорили, с одной стороны. С другой стороны, обратите внимание, получилось два пустых места. Первое пустое место это Шольц германский, то есть, грубо говоря, в Западной Европе, в Западной, в Европейском Союзе нет лидера, да, потому что даже Уссула фон дер Ляйен, она, что-то мы ее в последнее время как-то не видим, непонятно, куда она делась, вот, ну, Шар Мишель там что-то делает, но, в общем, они такие, как-то, как бы, почти чиновники. Вот, и получается, что в Западной Европе вдруг образовалось пустое место нет лидера, и Макрон решил его взять на себя, то есть, просто взять в наглую и сказать, а я вот главный человек в Европе. А это можно сделать только, если вы скажете какие-то очень резкие слова, яркие слова, которые запомнятся, и ему это удалось. У него была организована 26 февраля встреча в Париже, он туда собрал 21 страну, там подписали значимые, кстати, документы по помощи Украине, вот, от штатов там практически никого не было, там на уровне помощника госсекретаря, представьте, что было, то есть, вообще, младший помощник старшего дворника. И, с другой стороны, есть пустое место Соединенных Штатов Америки, потому что они заняты сейчас, там, два нанайских мальчика, в песочнице устраивали борьбу между собой, значит, меряются размером своих пиписек, вот, эректоральных, вот, и ничего не делают в мировом плане, потому что Соединенные Штаты Америки перестали быть страной, которая вообще значима для геополитики. И образовалось свободное место, и Макрон просто решил его взять на себя, ему удалось это, и вот, очень хорошо, ну, надо, я сразу оговорился вам по поводу политической ситуации, это все-таки говорили, но, не только говорили, потому что было заявление, кстати, министра вооруженных сил во Франции, у нас не называется Министерство обороны, это раньше называлось Министерство обороны, у нас называется Министерство вооруженных сил или Министерство армий, вот, и он говорил о том, что, во-первых, они вам передали, кстати, сейчас принято решение о передаче вам бронетранспортеров, они, конечно, старенькие, эти бронетранспортеры, Брониспортёры французские, им 40 лет, их снимают с производства, они сняты уже, их снимают уже с использованием во французской армии, но они хорошие брониспортёры. Вот буквально вчера, опять же, у нас там на телевизионной студии мой приятель, бригадный генерал, он танкист, он командовал бригадой, танковой бригадой в Германии, сводной бригадой НАТО. И он говорил, что на самом деле такая абсолютно вездеходная машина, и несмотря на то, что она старая, её все любят, её все ценят. Вот, и то, что вам там 100 или 200 штук передают французы, это очень хорошая штука, потому что иначе бы они их списывали, просто переплавляли, я не знаю, на металл, это было бы идиотизм. Вот, это уже хорошая штука. Вот, дальше Макрон всё-таки к нему надо аккуратно, да, потому что он ездил недавно в Бразилию, к Луле, вот, и там он уже начал вилять постом, а почему бы не переговариваться с Путиным. То есть у него время от времени такие всё-таки закидоны бывают, что типа, значит, мы готовы, если Путин вдруг передумает, значит, захочет с нами переговариваться, то мы сможем с ним и переговориться. Вот, а насчёт красных линий, это вы правильно сказали, потому что он, на самом деле, Макрон первый раз понял, что Путину надо создавать такую ситуацию, к которой он не готов, потому что Запад до этого, это у нас называется реактивная политика. Реактивная, это значит, когда кто-то что-то делает, а дальше есть ваша реакция, поэтому реактивная, да, значит, есть действие и противодействие, реакция на это действие. Вот, а тут вдруг Макрон сделал чего-то такое, на что Путин вынужден был реагировать, и поэтому было там заявление 29 февраля, и потом последующих заявлений, и все зашли дерьмом, значит, и Соловьёвы, и Скамейкины, и Симонянча, и все там, наверное, начинают гнать на Францию. А плюс ещё Мэтт Париж, значит, Анна Дальго добавила свой кусочек, вот, и, кстати, проснулся, проснулась Америка, ну, как и проснулась, значит, вот к нам приехал Блинкин, тут Париж, вот, и, кстати, на моей телекомпании Дальюс Рожбаум давал большое интервью, очень интересное. Он, кстати, отлично говорит по-французски, потому что он жил в Париже, он учился в Париже, он по-французски говорит как парижанин, как француз, вот, и он сказал, вот, кстати, вот такую вещь, что даже миллиметр земли западноевропейской, то есть НАТО, стран НАТО, если Россия попытается туда войти, то будет ответ. То есть в этом смысле он тоже такую довольно жёсткую политику, позицию занял, но, с другой стороны, он же госсекретарь, то есть, ну, грубо говоря, он никто, он чиновник, который подчиняется президенту. Если президент скажет, что это не так, то всегда можно взять свои слова обратно, так сказать, вот, и больше того, когда он приехал в Париж, он там говорил слова, мы должны помогать Украине, на что все украинцы и все люди, которые поддерживают Украину, говорят, конечно, должны, ну, а где пакет 60 миллиардов? Чего вы его не проголосовываете-то, да, вот, мы ждём уже 100 месяцев, как вы его должны проголосовать, и говорить слова о том, что вы должны помогать Украине, это, конечно, красиво, но это, в общем, внутрипологие. Сергей Рыбович, спасибо огромнейшее за это интервью, как всегда, очень интересно. Берегите себя, пожалуйста, до скорой встречи. Спасибо. Спасибо.